Недетские проблемы 12-летней отделе начались с рождения. Девочка родилась раньше срока. Поздно научилась держать головку, ходить. Говорить стало намного позже, чем ее сверстники. Плохо произносила буквы и не выговаривала даже простые слова. Тогда родители не догадывались, что причина в том, что девочка плохо слышит. С рождения была такая тихонькая. Сама играла. С ней не надо было возиться. Она все время дома оставалась, одна играла. С возрастом мы заметили ее снижение слуха. Потом она ко мне пришла. Мама, я плохо слышу. Наверное, у меня там слухом что-то не так. Слух есть, но только на низких частотах. А вот высокие, это шипящие звуки она не слышит. Другими словами, в толпе или даже школьном классе, когда шумно, разобрать чью-то речь невозможно. Выстановить полную картину звуков помогут слуховые аппараты. У девочки тугоухость. Вот чтобы человек лучше слышал, не напрягался, чтобы он слышал хорошо в разных сложных акустических ситуациях, то есть и в шуме, и в тишине, и чтобы он музыку слышал, и быструю речь, и мог участвовать в беседе, в групповой беседе, где не один говорящий, а несколько. Вот на помощь приходят слуховые аппараты. Адельчика, я тебя одела в слуховой аппаратике. Ты сейчас как слышишь? Хорошо меня? Да. Хорошо. Чётко? Разборчиво? Слова понимаешь, какие я говорю? Понимаешь? Угу. На вопросы Аделя отвечает уверенно, но только мама знает, как ей приходится тяжело без аппаратов. Чтобы услышать учителя с первой парты, нужны усилия, которые иногда доходят до головных болей. Около года Аделю наблюдают сурдологи ДРКБ и Центры слухов в Казани. Нужны слуховые аппараты. Дешёвые аналоги могут только навредить. Врачи говорят, начнутся головные боли, и давление поднимется. На цифровые нужны деньги – 165 тысяч рублей. Сумма для Сулеймановых неподъёмная. В семье трое детей, самому младшему два года. В Казань на обследование мама с дочкой проезжают из Апастовского района. В этом году Аделя идет в шестой класс. Она хочет хорошо учиться, а для этого нужно лучше слышать. Помочь девочке услышать мир можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Русфонда.